Сегодня мне позвонили с санстанции и сказали, что мама под зрение на холеру. Сказали, что они приедут. Я пришла, им открыла эту квартиру, мама здесь живет. Приехали три человека с санстанции. Ну, приятные женщины, ничего не могу сказать. Мы с ними посидели, пообщались. Они тут сделали свои дела, которые им нужно. Сказали, что ребенка нужно забрать с садика. Мы поехали в садик, забрали ребенка, все нормально, без всяких проблем. Они созвонились с мужем, что анализы нужно сдавать, потому что, как мы контактировали, что нужно сдать анализы. Я сдала сразу здесь анализы, ребенок сдал анализ в садике. Мужу сказали, чтобы он подъехал после работы. Без всяких этих, они уехали, мы пошли себе по своим делам. Я съездила еще к маме, когда я приехала к маме, приехала развозка, ее забрали на Левый берег. В скорой помощи ее увезли. В холерный госпиталь. Ну, я не знаю, куда там. В первой больнице в холерный госпиталь. Ну, забрали ее туда, сказали, в четвертую больницу, инфекционное отделение. Не так сказать. Ну, называется холерный госпиталь. Вот, ее забрали туда. Я с ней пообщалась по телефону, она сказала, что ее туда везут. Все там у нее нормально, но она уже пошла на поправку, у нее уже там немножко улучшения стали. Вот. Я пошла к себе домой по адресу, в котором я проживаю. А вы не здесь живете? Нет, мы здесь приходили просто к маме в гости. Вот. Пошли мы к себе домой. Как мой сын говорит, мы пошли к себе домой. Мы пришли домой, там, собрали там кое-какие вещи, там, трусики мало, мы взяла туда-сюда вещи. Выходим с подъезда. Выходя с подъезда, я смотрю, подъезжает машина. Жигули. Я не знаю уже, какого цвета я... Синего. Не знаю, какого. Подъезжает машина Жигули. В ней сидит. Я знаю в лицо, не знаю фамилию, я знаю в лицо. Участковый. Я не знаю, какого он это самое, но когда маму обворовали, сняли с нее цепочку, мы ходили, он там, говорили, ну как, записывали. Я так узнаю, если что. Сидит этот участковый. Сидит мальчик с автоматом. Сидит доктор 17-й поликлиники. В больнице. В больнице. Фамилия его Азаров. Азаров. Да. И сидит женщина, ну видно, не знаю откуда она. Вот. Они выходят, вот этот автоматчик выходит, но я-то не знаю, куда они идут. Мы себе подошли, подходим к лавочке. Сзади меня шла соседка. Они между собой-то начали разговаривать, в какую квартиру им нужно попасть. И слышу, что 25-я. Ну я остановилась возле лавочки. И видно, соседка сзади меня шла, она сказала, что я с 25-й квартиры. Эта женщина говорит мне, девушка, я оборачиваюсь, говорю, да, я вас слушаю. Она говорит, вы с 25-й? Я говорю, да. Она говорит, а куда вы пошли? Вот таким вот, понимаете, вот тоном, таким, что я ей чем-то обязана была. Я говорю, а что я должна перед вами отчитываться? Куда я пошла? Вы вообще кто? Меня окружили вот так вот, с двух сторон. С одной стороны встал автоматчик, с другой стороны встал милиционер. Ну нормально, так и надо. Ну понятно дело, я же бандитка вообще. И я говорю, какие проблемы? Они говорят, так как вы контактные с холерным больным, вас нужно срочно госпитализировать. Я говорю, а вы мало людей взяли, что вы так мало-то взяли? Она записана, достала какие-то бумажки, там фамилия была неправильно написана. Я истаю с ней, разговариваю, что фамилия такая-то, зовут меня так-то. Все я ей рассказала. И тут я говорю, ну, у вас госпитализация, на основании чего госпитализация? Прямо срочно, еще и смеются с автоматчиками. Она звонит кому-то и говорит им, это не хочет никуда ехать. Я ей говорю, во-первых, я не это, это во-первых. А во-вторых, говорю, вы общаетесь нормально. Я говорю, никуда с вами не поеду, пока вы мне не скажете основания куда, чего и как. Она там еще опять, опять это. Я опять делаю замечание, она говорит, я не знаю, как вас зовут. Я говорю, вы только что написали мое имя. Зовут меня Жанна, вы же его писали. Мое имя, по-моему, невозможно не запомнить. Она продолжает разговаривать. Этот доктор Азаров начинает со мной по-хамски разговаривать. Как будто я ему что-то должна и где-то я там, где-то, я не знаю, на основании чего он решил, что со мной так можно говорить. Потом он мне говорит, слышишь ты, закрой рот. Азаров? Да. Я ему отвечаю, говорю, так ты будешь разговаривать со своей женой дома. Потом они там что-то там мамин адрес начал звучать, что там вот мама у вас там там-то живет, там-то я говорю, да, вы там это самое. Так, короче, давайте садимся, мы вас позвоним, я никуда не поеду. На основании чего? Я сдала анализ. У меня все, у меня санстанция у мамы была. Я никуда с вами не поеду. У меня не закрывают, я не, ну как, я не этот самый. Вот, они там еще кому-то звонили, этот там еще мой адрес что-то говорил, я уже не знаю, у меня начало вот так трусить, и я уже не это самому, уже звоню, он трубку не берет, он на работе был. Вот, и получается, понимаете, я потом иду, звоню в санстанцию, телефон, который вот эта женщина мне давала, которая у меня здесь была в квартире. Я ей говорю, на основании чего, что и как. Она говорит, они должны были, мы дали им телефонограмму, они должны были привезти вам лекарства. И все.